Как-то мало существует гоночных аркад на квадроциклах, да их можно даже по пальцам пересчитать, но я сейчас этого делать не буду. Нет, не ждите даже. Хаюшки всем с мой One Point и видеорецензия на игру Mad Riders. What you want? What you want? You try to be so much more than me. Скажу прямо, игра Жуткий Клон уже довольно старой аркадой Pure, но со своими фишками, что, конечно, дико радует. А идти по накатанной дорожке разбавляет чем-то своим. Игру – вечная тактика уже многих разработчиков. Но всё же, Mad Riders подкупает, подкупает своим драйвом и скоростями. Тут нету никаких экстрамагантов режима. Всё по стандарту. К примеру, в карьере нас ждут определенные места, в которых содержится несколько гонок разной тематики. Как я говорил, креатива тут нет. Стандартные кольцевые гонки по гонке против таймера, езда по чекпоинтам и дальше по списку обыденности гонок. Сами байки открываются разные. Их можно раскрасить под свой вкус, поменять наездника и... всё. Никаких замен деталей и прочего тюнинга, который был, к примеру, в той же самой Pure. Печально-то так, знаете ли. Но да-да, фишки всё же вытягивают. Тут есть банально уже Nitro, который зарабатывается дрифтом или собиранием Nitros. Но всё же главное – это специальный бонус, с помощью которого можно открывать потайные тропы на трассах и спускать себе дополнительные шарики Nitro. Дизайн трасс отличен. Правда, часто непонятно, куда, блин, ехать. Но это уже нормально для гоночных аркад и даже забавляет. Правда, разнообразия в них особого нет. Задники вроде меняются, а ощущения всё равно присутствуют, как будто ты тут уже ездил. А музыка очень даже неплоха. Вроде бы не надоедает и подборка разных стилей не заставляет приедаться. Ну а графика не шибкая камерфон, но вроде тошнотных рефлексов не вызывает. Так что можно спокойно сказать, что она на уровне. Тем более, грязь от квадра есть. А что ещё нужно для души? Икрофон крутой, но это вы, батьки, заелись. Кстати, ещё один печальный обрубок – то, что в игре всего несколько трюков, которые можно выполнить на вашем железном коне. Нет, вроде бы нормально, но в других играх было и побольше. Для самых искушённых есть мультиплеер, который, как обычно, весёл только поначалу. Вот были бы добавлены шлепки по врагам на манер Road Rash, то мульт бы был прекрасен. Кстати, разработчики дали дань новой моде, и в игре у вас зарабатывается и повышается уровень, который, в общем, ничего не даёт, кроме открытия новых квадроциклов, вариантов окраски байка и скинов для персонажа. Последние очень радуют. К примеру, можно погонять мумией или гориллой. Ubisoft издала довольно занимательную квадроциклетную аркаду, так это назовём. Она отлично смотрится и на PC, и в Xbox Live Arcade. Может даже заставить поугарать некоторое время мультиплеере, но это всего лишь ещё один проходняк, о котором вы забудете сразу же, как наиграетесь. Альтернатив игре сносное количество, зачастую они получше будут. Всем пока, с вами был OnePoint, подписываемся на канал, добавляемся ко мне в соцсетях, будьте в курсе самых интересных новинок, и не забудьте зайти в World's Information Group в Steam, чтобы быть дофига крутым. Ну и как всегда, играйте только в хорошие игры. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok